Девушки отдыхают Ну что, ты сегодня на репетицию-то идешь? Ну конечно, а что это, зачем? Ну ничего, давай вместе пойдем Слушай, Миша, я не знаю, когда он будет Гуцул обещал позвонить Я знаю, после урока Я не в теме, ты знаешь? Может ты знаешь, просто забыл Ну, может быть А что, так зачем тебе в кафе? Меня Гуцул в свою группу пригласил Ведь мы не ангелы, живем мы на земле Дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не ведом откуда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы Улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Ой, доброе утро, мам Доброе утро Доброе утро, девочки, а вы уже встали? Да, садись, чай пить Ага Ой, слушай Мне сегодня такой сон приснился Вот будто все мы четвером поехали на море Ты, папа, Маринка, я И папа только говорит, кто первый доплывет Алина Ну ничего страшного, девочки Что же мы теперь его вспоминать не будем Это будет трудно Слушай, мам А давай мы сегодня в школу не пойдем Останемся с тобой, а? Точно, мы же давно хотели вместе время провести Мама, у меня идея Давайте в гостиной передвинем мебель По феншуи, чтобы избавиться от проблем Нужно изменить энергетику в квартире Здорово, а мебель влияет на это? Еще как влияет Квартира делится на несколько зон Любовь, работа, здоровье И чтобы увеличить приток энергетики в нужную зону Нужно мне что-то поменять Нет, девочки, я боюсь, феншуи мне не поможет Мебель надо вот здесь передвигать Ну, давайте что-нибудь еще придумаем Нет, в школу пропускать нельзя У вас будут проблемы Ну, ну, боже, ну какие проблемы? Родные мои, спасибо вам, что вы меня поддерживаете Без вас бы я точно не справилась Мамочка Да Можно, Калерия Викторовна? Да, только быстро, я очень занята Калерия Викторовна, вы обещали мне, что Вы сделаете все возможное для того, чтобы вместо Киры пела я А они меня по-прежнему не замечают в упор Это что за претензия такая? Ты считаешь, что у меня нет других важных дел, кроме как решать твои проблемы? Понимаешь? Просто Вы пообещали мне, что вы поможете? Если обещала, значит помогу Надо просто набраться терпения А то привыкли, что все решается по первому вашему требованию Просто ребята устроили мне бойкот Это что еще за новости? Кто у тебя устроил бойкот? Жестаковой, что ли? Да нет Да, кстати А что у них там произошло? Какой-то скандал? Ой, вы не знаете Нет Представляете, от них ушел отец Оказалось, что у него есть другая семья Ну, он живет там типа и с ними, и с ними И в общем, мама об этом узнала Интересно А откуда у тебя такие сведения? Просто я была в кафе И там были родители Жестаковых Они обсуждали это, я услышала случайно И что они говорили? Ну, папа сказал, что ему стыдно А мама сказала, что она не хочет с ним больше жить Да нет, ты не думай, я же не испраздноваю любопытство Мне совершенно не интересно Да, конечно Чужая жизнь Ну, просто я как директор Должна же быть в курсе дела, да? Девчонки, привет Ой А я сегодня решил пораньше в школу прийти Странно как Ты же всегда опаздываешь И с начала урока прибегаешь Ну, не знаем, странно хорошее А вы как? Нормально Точно? Да Что-то ты какая-то грустная Да и Маринка тоже Да, правда, все в порядке, Рома Не беспокойся Давай не будем обсуждать ничего, ладно? Просто я смотрю, вам плохо Хотел помочь как-то Ромочка, а чем тут поможешь, а? Знаешь, самое лучшее помощь Если ты не будешь нас расспрашивать и сочувствовать Дворец Ну, ладно, пойдемте в школу Да, пойдем Спасибо, ага, всего доброго Евгений Валентинович Как у вас подготовка к классному часу? Потихоньку работаем над заданной темой Потихоньку работаете? От вас требуется просто объяснить несовершеннолетним подросткам Чем чревато проведение коммерческих мероприятий, все Ну, мне кажется, я должен быть убедительным, да, или нет? Да Вот я читаю законодательство Ага, ну, продолжайте читать законодательство Готовьтесь Ну, классный час отменяется, в общем Как, вы же говорили, что я должен его провести как можно быстрее Ну, появилась все более насущная тема Могут быть более насущные темы, разве? Представляете, всегда могут Вот, например, у сестер Шестаковых дома Сложилась очень серьезная ситуация У их папы, оказывается, есть еще одна семья Лидия Петровна, доброе утро У меня такая новость, вы просто не представляете Новость? Ну, давай, давай рассказывай Значит так, иду я вчера из школы Ну? Домой И тут подходит ко мне Милославский И говорит, а разрешите вас проводить? Ну, надо же Откуда он взялся? Ну, не знаю, наверное, тоже домой шел А я мыть в чаю Нет, спасибо, я уж как-нибудь сама дойду Ну, ты даешь Опять за свое Ну, что ж он мне имелся-то? Что ж вы как цапля с журавлем? Елена Петровна, я вас умоляю Ты умолять меня будешь, когда ваши чувства вспыхнут с новой силой Лидия Петровна, вы слушать будете или вам неинтересно? Интересно, интересно Давай я расскажу Ну вот Простите, Калерия Викторовна Извините, что вмешиваюсь, но Вам не кажется, что это именно семейная проблема И вы же не хотите выносить на общее обсуждение? Понимаете ли, в чем дело? Вообще-то девочки живут в коллективе И наша с вами задача Как-то помочь им адаптироваться В этой серьезной ситуации Ну, может быть, не стоит все-таки так помогать? Если мне понадобится ваш совет Я обязательно его спрошу Значит так, классный час я проведу сама Мне можно вообще не приходить Ну, почему же? Вы набираетесь у опыта классного руководства Да, и всем остальным Пожалуйста, будьте помягче С девочками и двоек не ставить Между прочим, переходный возраст И бог знает, что может произойти Потрясающе Надо же, Милославский не побоялся И так ловко провернул Это он книг по ОБЖ, наверное, начитался В последнее время прямо двинулся на них Вот видишь, значит не зря А между прочим, кто-то над ним насмехался Тебе теперь нужно как-то Милослава Николаевича отблагодарить А как? Может, конфеты ему купить? Или цветы? Я тебя умоляю Ну, какие конфеты? Ну, какие цветы? Ты должна пригласить его в кафе на обед Нет Лучше на ужин Елена Петровна Мне же сейчас другое нравится Нет, я так не могу Ну, это здесь при чем? Так, а теперь внимательно изучите ваши контрольные работы И разберем наиболее типичные ошибки Они типичные Тем более А ты, Смирнов, вникни в суть урока Поработай И задай мне свои высокоинтеллектуальные вопросы Понял Молодец Все посмотрели? Тоня, иди к доске, разберем третью задачу Людмила Федоровна, а я хотела спросить За три ошибки полагается тройка? Конечно А сколько тебе надо? Ну, как вообще положено за одну ошибку снижать оценку на полбала Жанна, а кем положено? Ну, потом ошибки бывают разные Надеюсь, ты это понимаешь? Нет, я не понимаю Ну, хорошо Я тебе объясню Одно дело, когда человек идет правильным путем И ошибается только в расчетах И совсем другое Когда весь ход решения ошибочи А у Шестакова те же самые ошибки, что и у меня Ну, значит, у тебя более грубые ошибки Нет, те же самые Значит, я сочла нужным поставить именно эти оценки Но это же не честно Педагог имеет право на собственное решение А как же тогда педагогическая этика? А этика как раз том и состоит, чтобы не обсуждать с учениками чужие оценки Понятно? Если у тебя есть вопросы, заходи после уроков, обсудим Проходите Садитесь Спасибо Сейчас чайку куплю Спасибо большое Не откажусь Что, мои девочки опять что-то натворили? Да, Александра Марковна Я как педагог так за них волнуюсь Очень Я вас понимаю, прекрасно понимаю А вам чай с молоком? Если можно, да Пожалуйста Ну, пожалуйста Спасибо Ну, давайте Ну, ну-с Какие у нас проблемы? Вы знаете, и успеваемость, и поведение, в общем, все вместе Конечно, надо бы это как-то пресечь, а Ну, я с вами совершенно согласна Просто, понимаете, у нас сейчас семейные неприятности И довольно крупные Вот, девочкам тяжело, очень тяжело Я знаю Александра Марковна, я как раз пришла поговорить именно на эту тему Подождите, на какую тему, я не понимаю Я очень хочу вам помочь Ну, в сложной ситуации нам всегда нужна поддержка Простите, я действительно не понимаю Мирослав Николаевич, здрасте А вы сейчас свободны? Для вас, Светлана Михайловна, я свободен практически всегда Благодарю Вы, как всегда, галантны Да, поверьте, дело не только в моей галантности Я, собственно говоря, пришла вас поблагодарить за вчерашнее Не стоит меня благодарить Это абсолютно рядовой поступок для любого мужчины Даже неловко будет, если даму начнут за такое благодарить Ну, почему же? Настоящий мужчина в наши дни это большая редкость И подобный поступок заслуживает поощрения Ну, воля ваша Мирослав, я хочу пригласить вас в кафе Прямо сейчас В знакной признательности Неожиданно Ну, очень кстати У меня как раз сроки закончились И я дико боладен А, вы можете оставить библиотеку? Запросто Ну, то есть, конечно, только в исключительном случае А, сейчас именно такой случай? Ну, в принципе, да А как вы мотивируете свое отсутствие? А я табличку учет повесила Так что до конца дня имею уважительную причину не работать Ну что, идемте? Да, конечно, с удовольствием Если кому-то что-то неясно Можете найти меня после уроков в учительской Все свободны Арина Арина Минь, можно дать, пожалуйста, свой листок? На Ну, я же говорила Нет, вы посмотрите Это же одни и те же ошибки А на что ты намекаешь? Что я у тебя списала, может быть? Да нет Просто у тебя стоит четыре А у меня три Я думала, что ты сделала, я не знаю Какие-нибудь дополнительные задания Нет Ничего такого нету Тебе не надоело докапывать, Жан? Мне надоело несправедливость Интересно у тебя представление о несправедливости Пусть всем будет плохо, но не мне одной Так что ли? Знаешь что, мне надоело, что Борзова одних топит, а других записывает в любимчики Объяснили же, что учитель смотрит на разные факторы Будь ты хоть в сто раз умнее Ариники, с тебя и спроса больше Так что радуйся Знаешь что, я без тебя разберусь, радоваться мне или нет И вообще, абсолютно понятно, почему вам делают такие поблажки Вот почему это интересно? Ой, а то ты не понимаешь, почему это интересно Везло же некоторым все-таки Подождите, а от кого вы это узнали? Ну, Александра Марковна, все тайное когда-то становится явным Это да, сшила мешки не удаешь Ой, я просто решила, что вам нужна поддержка, и я готова вам помочь, и вот я здесь Карелия Викторовна, я считаю, вы не сможете мне ничем помочь, это очень личное Я понимаю, вы сейчас чувствуете себя очень неловко, но вам не надо стыдиться чужой подлости Кто эта женщина? Карелия Викторовна, я не готова говорить об этом Мне очень напрасно, а вам надо сейчас выплакаться, вам надо кому-то рассказать, и я готова вас выслушать Нет, нет, это лишнее, я не хочу вас посвящать свои семейные и личные проблемы Но я очень хочу вам помочь Пожалуйста, давайте сменим тему Кажется, вы хотели говорить о девочках? Как вы не понимаете, это одна и та же тема У вас тяжелая ситуация в семье, у вас кризис душевный, девочки все прекрасно понимают, все видят И, конечно, в результате падения успеваемости Карелия Викторовна, вы меня простите, у меня скоро деловая встреча, мне необходимо сдать переводы, так что... Ну, хорошо Ладно, спасибо Спасибо Неужели все уже все знают? Ну, да, и учителя, и в классе А кто же мог разболтать? Ну, не Лера же? Да нет, она стопудово мне могла растрепать И Ромка как-то слишком явно о нас заботится Ну, мы просто не знаем, как себя вести в такой ситуации А я себя чувствую, как на витрине Все смотрят, пальцем показывают И с учителями, как это фигня, они явно нам делают поблажки, и Жанка права Слушай, а точно? Меня химик вчера не вызвал, хотя собирался, он даже предупредил меня Девчонки, привет! А, здорово! Привет! А я вот этот пирожков купил, хотите с вареньем? Да нет, спасибо Да ладно, угощайтесь, вам сейчас как раз для поднятия тонуса Да все у нас нормально с тонусом, и со всем остальным тоже Спасибо Да нет, вы все равно какие-то грустные девчонки А что, ты думаешь, нас пирожки развеселят? Ну, а вдруг? Попробуйте Берите, берите, угощайтесь Спасибо, спасибо, Саша Ты будешь? Странный какой-то Какая же эта Жанка-волчица? Ради своих интересов, кого хочешь, загрызет Конечно, у нее стервозный характер, но такого отношения к людям я от нее не ожидала Ведь просили же, не трогай близняшек, так нет же Такое впечатление, что ей вообще нравится вся эта история И то, что девчонкам плохо, и тому она радуется, что может их укусить Вот если бы мне бойкот устроили, меня бы совесть заела, а это как с гуся вода Да я даже не знаю, как на нее можно повлиять А я знаю, мы ей темное устроим Ты что, бить ее предлагаешь? Хорошо бы Да нельзя Нет, мы по-другому сделаем Ну, как? Запрем ее в темный чуланчик с пауками И там заставим посидеть, как Буратино Пусть подумает над своим поведением Как ты не пыталась от меня скрыть ситуацию в семье Шостаковых? Я, разумеется, все равно узнала правду Ну, хорошо, что хоть не от меня Неужели ты думаешь, что меня не волнует проблема моих учеников? Не думаю, я уверен, что вам очень важно, что и у кого происходит в личной жизни А я действительно волнуюсь за девочек У них сейчас тяжелейшая психологическая травма Я в курсе Может быть, они просто тебе пытаются не показывать, как им плохо? Может быть, девочки действительно держатся очень хорошо А я, в отличие от тебя, была у них дома И разговаривала с их матерью Это просто кошмар Они все находятся на грани нервного срыва А ты пытаешься заставить их репутировать в своей группе Да я не заставляю, с чего вы взяли? Девочки сами хотят, потому что это помогает им отвлечься Да не отвлекаться им сейчас надо А сосредоточиться на проблеме, чтобы решить ее Я не понимаю, как музыка может помешать это сделать В общем, так Лера, давай забудем о взаимных претензиях Ясно одно Шестаковым сейчас не до музыки Я очень прошу тебя это понять А Октябрина заботится о девчонках Трехразовое питание, экскурсии И с записью песен у них все хорошо? Пока да И им удастся от продюсера избавиться? Ха, надеюсь Хорошо, я рад за них А вот когда девчонки вылетали в Америку Так я боялся, что люди этого, ну... Дмитрий Геннадьевич Да, что они ранее так высадят из самолета Знаете, Виктор Львович Когда девчонки улетели Я испытал такое чувство, как будто Это все не со мной происходит В общем, когда Анютка будет звонить Передавайте привет Ха, ясно А ты сам как? Успокоился? Да, давно уже Смотрю как-то на все это со стороны Как будто кино, не со мной Ну и молодец Здравствуйте Рад вас видеть в нашем заведении Ну что ж, я пойду подготовлю для вас столик Спасибо Снова вместе? У нас, можно сказать, деловая встреча Алло, да привет Нет Нет, папа Мы с тобой увидеться не сможем Это он, дай мне трубку С тобой Марина хочет поговорить Алло Зачем ты нам звонишь? Мы не хотим тебя не видеть, не слышать И вообще И вообще мы не хотим с тобой общаться Ты понял? Не звони нам Слушай, может быть, резко, Сырка? Да, он не позволял ни нас, ни маму Вообще от этого разговора ничего не поменяется Девчонки Вы человек неожиданно ушли Смотри, у вас уже нет Да как-то ни с кем общаться не хотелось И неудобно после всей этой ситуации По алгебре Что, из-за Жанки, что ли, переживать? Это ей должно быть неудобно Ну ты же видел, как она гордая ходила После этих разборок с контрольной Не обращайте вы на нее внимания И все ее посылают, и вы не парьтесь Постараемся Давайте в кино сходим Ну, Рома, ну правда, совсем не то настроение Да нам домой надо Не хочется маму одну оставлять долго Может, я с вами? Ну, Рома, ну правда Не та ситуация, чтобы мы кого-то в гости приглашали Ну, пойдемте, вас до дома провожу хотя бы Ну, Мирослав Николаевич Как вы поживаете? Дайте-ка попробую отгадать Наверное, вы отдали свое сердце очередной поклоннице Что вы, увольте Теперь вся моя личная жизнь посвящена ОБЖ Надо же, стоит ли себя так обеднять? Нет, вы совсем не правы ОБЖ наполнило мою жизнь новым смыслом Я теперь чувствую, что у меня есть сила измениться А зачем вам меняться? Ну, мне кажется, что немножко героизма мне не повредит Мы рады вас всегда здесь видеть Маленький секрет Очень вкусная форель Рядом кину Спасибо Обожаю форель Вы, кажется, там что-то про героизм говорили Отстань от меня Никуда я с тобой не пойду Мне руку Пойдешь? Отпусти Мне больно Молодой человек Отпустите, пожалуйста, руку Девушка просит Тебе что надо, козел? Я попросил бы вас не оскорблять здесь присутствующих Че? Да пошел ты, пельмень Ну, пойдем поговорим Давай, иди отсюда Иди Чтобы я не видел больше здесь, понял? Какой вы молодец, Виктор Михайлович Кто, я? Да Да я-то тут при чем? Ну как? Разве не вы помогли Милославскому с этим хулиганом справиться? Я глазом не успел моргнуть, как он заломал этого Где он? Вы его прогнали? Спасибо А то и так испугалась Да не надо благодарить Это долг любого мужчины И... В общем... Да где вы таких мужчин видели? Вы, наверное, единственный настоящий мужчина Во всей Москве Я думаю, что вы сильно преувеличиваете Это у вас от шока Вам нужно успокоительное принять Я домой хочу А идти боюсь Вдруг он меня где-нибудь подкарауливает Ну, честно говоря, думаю, что ваши страхи абсолютно беспочвенные Ну, если хотите, я вас провожу Светлана Михайловна, просите меня, пожалуйста Прошу вас Да, жалко, конечно, близняшек Мало им проблем в семье Так теперь еще и в школе А, ты про Жанку, что ли? Ну, а про кого? Она Маринку сегодня так опустила Меня осталось не по себе Ну, да, намек был конкретный Но ей, походу, все равно Обидел человека Слушай, ну, как-то надо, можно, приободрить Я к ним сегодня даже с пирожками подходил Они сказали, что не хотят Ну, может, правда не хотели Да нет, они конкретно дали понять, чтобы мы не вмешивались Повезло еще, что их двое В том-то и дело Что они общаются только друг с другом И никого не подпускают Но так же нельзя Слушай, мне кажется, не надо их сейчас прессинговать Меня когда Света бросила Все мне искренне пытались помочь Лезли ко мне Ну, что же, дрожали? Да ужасно Ну, может, пройдет время, и они сами потянутся к общению Да, конечно Как-то неожиданно Мирослав с этой девицей упорхнул А вы даже не помешали А в этом нет никакой необходимости Ну, вы же вроде вместе пришли Ой, это обычное совпадение рабочих графиков Вместе освободились, вместе решили перекусить А, ну, тогда нормально Он вообще в последнее время очень сильно изменился Знаешь, стал более мужественный Вчера вон сумочку вора мою забрал А сегодня вот сам видел Да уж На него как-то не совсем похоже Теперь похоже А еще говорят, люди не меняются Ну, ты же видишь, это ошибочное мнение Светлана Михайловна, а почему вы в гардеробе? Вы хотите уходить? Да, наверное А где-то, знаете, что-то пропало А где же спасенная героиня? Неужели вы ее бросили? Да нет, почему? Я просто посадил ее в такси и вернулся за вами За мной? Ну, да Неужели вы думали, что я могу бросить даму, с которой пришел? Счастливого вам пути домой Без приключений Спасибо Я не понимаю В чем за пара? А что тебе не нравится? Да я сам не в курсах Может быть, надо быстрее играть? Так Ну и что тут происходит? Тут происходит репетиция А что, непонятно? Упражняемся в остроумии, Громов Нам с вами надо решить одну очень важную проблему Какую? Вам нужна солистка? Ну, у нас есть солистка Кира? Нет, Тонечка, ты сильно заблуждаешься Вот ваша солистка А, понятно, Жанночка Используешь запрещенные приемы, да? Так Прекращайте травить Жанну Рябаконеву Между прочим, она очень многое сделала Чтобы ваша группа вообще состоялась А Кира еще больше сделала Она песню написала Значит так Я не собираюсь обсуждать ваши таланты Или Жанна возвращается в группу в качестве солистки Или что? Или вашей группы вообще не существует Но вы не можете нам запретить иметь группу? Да, не могу Но я могу запретить репетировать в этом зале Так что решайте Или Жанночка Или до свидания Я думаю, я выражу общее мнение Если скажу, что мы выбираем вариант номер два Добрый день Здрасте А вы тут в гордом одиночестве? Да вот, одиноко мне все меня покинули Но вы пришли и жизнь моя переменилась сразу Да я ненадолго Жаль Вы кого-то ищете? Да, Светочку Ну, должно в себя быть Да нет, ушла куда-то Даже странно Висит табличка учета А Светланы Михайловны нет Ну, скоро вернется Да у меня время в обрез Я ее хотела в консерваторию позвать А теперь билет пропадет, наверное Жаль Что же придумать-то? А может я с вами пойду? А вот билет все равно пропадет Ну, конечно, пойдемте А вы любите классическую музыку? Я люблю классическую музыку Особенно Вивальди Ничего себе совпадение Концерт как раз Вивальди Ну, это судьба Пойдем? Пойдем Может, надо было согласиться? Я ведь не рвалась же, Петя А теперь из-за меня все пострадали Нет, уступить значит Подписаться по тем, чтобы бескребеть И вообще, почему именно из-за тебя? Это не честно Кто не права? Всему есть предел Даже власти калерии Вот именно Пусть теперь они утернутся С этой жанной старостой Ну, пока только мы утерлись И что делать дальше, непонятно Да что-нибудь по-любому придумаем Ну, не переделывают же классную песню Из-за того, что эта бездарность Не может ее вытянуть, а? Вот именно Рома, ты сейчас к Маринке? Ее же нужно как-нибудь Поддержать, успокоить Нет, ребята Им сейчас не до гостей Может, ко мне пойдем? Порепетируем? Да я, наверное, не пойду У тебя же барабанов нету Давайте просто по всю день поболтаем Че тухло на душе Да уж Денек выдался Так себе Ой, девочки Сегодня ваша калерия приходила Душа из меня тянула Сказала, будет теперь вас защищать От кого это интересно? Что-то совсем сдурело? Это вот чья работа Это поэтому нас теперь не вызывают к доске И оценки завышают Девочки, постарайтесь не обращать внимания Это единственный способ снизить к себе интерес Как интересно заниматься чужими проблемами? Ну, что поделаешь Всегда есть люди, интересующиеся чужими бедами Это какое-то тупое любопытство Я согласна Но это пройдет Людям всегда все быстро надоедает Надо потерпеть Ты думаешь, что поможет? Да поможет Долго говорить об этом не будут Хорошо бы Слушайте, я такая голодная Ты не одна, я тоже Мам, пойдем есть Пойдемте Дуйте мыть руки Уцу Скажи, пожалуйста А зачем нам еще один гитарист? Ну как зачем? Две гитары будут гораздо круче Тем более звук будет сочнее А что? Не разделяй энтузиазм Что, гонорары тоже будут сочные? При чем здесь это? Да при том, что плюс один лишний рот А бабок вообще пока не будет Послушай, ты меня реально уже задолбал, а? Ты можешь кроме бабок о чем-нибудь думать вообще или нет? Блин, а о чем? Я тебе что, осел что ли тут пахать? Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Гонораров и так нет Ты что, лишнего чувака взял? Послушай, мой родной У нас творческий коллектив И творчество для нас должно быть главным А бабки, как ты их называешь Это побочный эффект Слушай, Гуцунович, я кого-то другого, а? Мне это надоело Ты пожалуйста До свидания Пока Слушай, Гуцунович, Ванька, ты не хорошо получился Мне, наверное, уйти надо А то гитаристов много в группе, а клавишника нет Миш, забей, все нормально У нас вон Сашка есть Его электробоян заменит любые клавиши Правильно, Саша? Вот и все Я надеюсь, ты-то хоть из-за бабок не будешь так париться? Да нет, вроде нет Ну и все тогда, отлично, сработаемся Ты партию-то быстро выучить сможешь? Ну попробую Ну все, давай Балабама, поехали Похоже, предел совершенства все-таки наступил Я не знаю еще, как можно улучшить аранжировку Кир, что скажешь? Да все отлично, просто супер Слушай, прикольный у тебя компромик Тут такое навратить можно Вот интересно, как люди в старину без компьютера походились? Трудными, наверное? Главное, что их музыка до сих пор считается самой лучшей А знал бы Моцарт об этих программах Он бы вообще что-нибудь космическое написал Это точно Но никто же не знает, что будет дальше Вот я, например, никогда даже не думала, что буду петь А тебе не хотелось? Не знаю даже А вот бы в будущее заглянуть Увидеть, что кого из нас ждет А мы в лагере Духов вызывали Так интересно было Давайте попробуем Прикольно Я, как эксперт в области паранормальных явлений Должен вас предупредить Что это опасно А почему? Под видом вызываемых духов В контакт с людьми вступают Низкие тонкие сущности Имеющие цель заполучить энергетическую подпитку Вау Ну что, девчонки Вы хотите еще духов вызывать? Или передумали? Нет, не передумали С вами не страшно Может, тогда позовем Духа Сальери? А? Спросим у него Поступим мы в Снегинку или нет? Блин, ты что офигела, корова? Да извини, пожалуйста, я не специально Что не специально? Ты мне испортила новую блузку Это, между прочим, бренд А что это такое? Это значит то, что она стоит больше, чем вся эта общага Поняла? И таких всего десять в мире Ух ты Жалко кофту Блин, какая деревня Кофта, я же сказала, это блузка Что смотришь? Испортила мне вещь, радуешься? Я в отличие от некоторых не сумасшедшая Чтобы радоваться за чужие несчастья То есть ты мне испортила блузку Будешь меня еще обвинять? Ну, девчонки, хватит стругаться Лак-то сохнет И что я могу сделать? То, что его можно оттереть Чем? Ну, ацетоном или каким-нибудь растворителем Блин, у тебя есть, у меня только с минералами У меня нет ацетона, он портит ногти Ну, пойдем, я знаю, что делать Вот, мне, а блюдце принес Так, теперь будем смотреть, на какие буквы нам блюдце укажут И читать ответ Классно Духи грамотные, пошли Так, свечки есть? Опа, похоже, нет Что-то я не подумал, что свечи могут понадобиться А без свечек никак нельзя? Ну, можно попробовать с ночниками Ну, как? Страшно? Перестань Так, теперь кладем, значит, вот кончики пальцев на блюдце Вот, давайте, кладем И говорим одновременно Дух Сальери, явись Понятно? Три-четыре Дух Сальери, явись Дух Сальери, явись Дух Сальери, явись Да тихо Пробки, наверное, вылетели Сейчас все сгорится Да это, наверное, Сальери пробки вырубил Ага, умный он очень стал Ладно, пойду в подъезд, посмотрю, что там Пойдем, Клевка А мы, мы же боимся-то одни А вдруг он неправда здесь? Ага За шкафом сидит Ну, ладно, пойдемте с нами Слышь, что-то я не в форме сегодня Если не сказать хуже, конечно Ну, может, просто ты отвык от инструмента за все это время? Ну, как же, говорят, мастерство не пропьешь Да, это точно говорят Не знаю, может быть, обстановка незнакомая тебя смущает просто Ну, ладно, я дома поиграю Может, завтра лучше будет Хотелось бы в это верить Ну, в конце концов, говорят, первый блин, он всегда колом Комом Что? Комом, а не колом? Ну, какая разница, хотя бы Ну, в принципе, никакой Ну, да Послушай, Миша, а ты добьешь до нашего уровня? Мы-то уже, вообще-то, сыгрались Ну, а что, вариантов у меня нет Да, у тебя вариантов нет, а иначе мы пролетаем с концертами, как фанера над Парижем Ты уж соберись, ладно? Я понял Я как раз там тряпки и швабры у тети Лины беру Так, свои швабры, можешь оставить себе А ты там есть? Да, там, смотри На полке Так Блин, твои дурацкие швабры Ну, подожди, дай глазам привыкнуть Ну, где он? Ну, там, на второй полке в шкафу, посмотри Огромная бутылка такая, видишь? Нет, я все делаю на ощупь Ой, ну, посмотри внизу, там, подальше Ты что, дура, что ли? Здесь и так темно, открой немедленно Не открою, тебе надо посидеть и подумать, надо ли издеваться над Ариной и Мариной Да кому они нужны? Тебе, наверное, ты же их изводишь своими подлостями Юля, это ты? Ну, ты-то не дура, открой Спокойной ночи Ну, все Да будет свет Как-то мне даже не по себе стало Пойдемте лучше чай пить О, кстати, у меня же тортик есть Как-то не понял? Лех, ты что, дверь захлопнул? Да она сама Да держать нужно было, я же ключи не взял Да откуда я мог знать? Так что ж теперь делать? Так, телефон Зачем? Надо папе позвонить Алло, пап? Алло Может, пойдем в кафе поужинать? Да нет, не стоит Мы же с вами случайно вместе оказались А ужин это как-то обязывает Ну, тогда можно просто кофе выпить И все-таки нет Это же не свидание, а обычный культпоход Коллеги решили развеяться Ну да, примерно так Рита, спасибо вам большое за концерт Все было замечательно Да, правда Понравилось? Мне очень понравилось Какое-то чувство обновленности Вы много рассказывали о музыке Все здорово было Мне кажется, вы созданы для музыки Я вот не понимаю, почему Заочи по музыкальной части не вы А женщины, которые об этом начали соображать Да я сама не знаю Когда Романовский меня на работу приглашал Он мне именно эту должность предложил А назначил разину, да? А, понятно Ну, а вы хотели бы стать замочкой? Ну, какая теперь разница Хотела бы я или не хотела Это уже невозможно Интриги плести я ни за что не буду Я понял, вы не против Ну, завтра мы этот Вопросы решим Да вы что? Да? Вы шутите Нет Ну, ладно, мне пора Давайте я провожу Нет, не стоит Здесь недалеко, я сама справлюсь До свидания До свидания А я думала, что вы еще репетируете Жак, я так хотела послушать Ну, народ сегодня очень жестко тупил Поэтому пришлось всех пораньше отпустить А Ниша, правда он классный? Я бы так не сказал Ты что, серьезно? Тебе что, не понравилось, как он играет? Да фигу он играет, Лера? Да не может быть Я сама видела его технику Что тебе сказать, Лера? Никакой пацан Нуль любой Гуцелла, ты не думал, что Может быть, он просто волновался, например? Может быть Поэтому я не стал к нему придираться Попросил потренироваться Но все равно, мне кажется, все это бесполезно Ну, только ты не торопись с выводами, ладно? Да я не тороплюсь Единственное, жалко, что Ваню выгнал Он хоть и трепло, а играл-то нормально Да и Миша соберется, я уверена Посмотрим Просто его мир сейчас перевернулся Ты о чем? Ну, а как ты думаешь? Да если бы тебя ни за что в тюрьму посадили А потом еще и пытались бы убить Ну вот Прошу Хорошо еще Чтобы броненакладок не было Они сейчас очень модные А то пришлось бы автогеном вырезать Да, дверь у нас хлипкая А что у нас со светом? Ого! Нормально Спасибо вам большое А представляете, если бы у нас получилось доху вызвать Интересно, что бы они нам сказали Ну, наверное, как и все воспитанные люди в то время Сначала бы поздоровались О, добрый вечер Добрый вечер Сколько вы покойны, это мои родители Здравствуйте Привет, папочка Богородица Ну, откройте кто-нибудь Эй, кто там? Ваня, это ты? Это я, Жанна Ну да, типа я Ты что там делаешь? От коменданта, что ли, прячешься? Нет, открой, пожалуйста Да не мог бы дверь закрыть Меня девки заперли Да, блин Так, не паникуй Подожди, сейчас Они мне бойкот устроили Давай быстрее Да нету ничего, есть у тебя шпилька какая-нибудь, заколка там Да, шпилька Так, дверь можешь прошнуть? Да, сейчас Давай попробую Так, все, понял Подожди, подожди, сейчас, сейчас, сейчас Ну, все, все Вы уж простите нас, что мы вас так напугали Я тебе говорила, что ребенка надо было предупреждать А ты говоришь, сюрприз, сюрприз И вот Да вы тут при чем? Мы просто вызывали дух Сальери И хотели спросить у него, поступим мы в Снегинку или нет Ну и тут свет погас Это был скачок напряжения, так что Сальери не виноват Мы просто вышли на лестницу, и дверь вдруг захлопнула Да что? А когда вы с нами поздоровались, мы подумали, что это Сальери Спасибо за сравнение, но до этого гения нам еще далеко Мне правда, пап, ты у меня гениальный музыкант А если бы вы были современниками, то вообще неизвестно, кого вы первым признали Да, ну, Ромка-то у нас с детства фантазер Просто папа мне очень скромный Вы бы слышали, как он первый концерт Паганини исполнил Сам бы Паганини позавидовал Ой, а можно как-нибудь послушать? Да, правда, очень хотелось бы Девочки, ну, к сожалению, в скорости в Москве концертов у нас не предвидится Жалко Да, ну, приятно видеть, когда современный молодежь так тянется к классическому искусству Подобные стремления надо поощрять, я считаю Да Давайте, концерт прямо здесь и сейчас Молодец Рома, точнее нашу красавицу сюда Ромочка, вы хорошие Мам Да Дело в том, что ее нету Кого? Скрипки нету Так, Жанна, объясни мне, что ты такого сделала, что эти девки тебя тут дощевать оставили? Я же говорю, ничего я не сделала Они ко мне примотались из зависти Сначала испортили новую блузку Потом сюда заманили, якобы за ацетоном Понятно А меня вот из группы выдали Да ты что, почему? Да потому что я отказался бесплатно решать на эту Гуцу А Миша, вон, типа, не против, вот его и оставили Блин, уродство, просто не класса, а скупища тараканов Таракани Слушай, ты как, собираешься спустить им все на тормозах? Не знаю пока Слушай, я бы на твоем месте им отомстил, ну так, чтобы запомнили Ну вот, хоть сама предложила запереть ее в кладовке, но не поверишь, жалко эту дурынду А мне нисколько, она не просто девчонок обидела, она их специально подставила перед всем классом Ну зачем? На всякий случай Жанна, ты? Как ты умудрилась выбраться из кладовки? Шпилька открыла замок Девочки, я подумала и поняла, что я была не права Извините Ушам своим не верю, очередная интрига Юль, ну неужели ты думаешь, что человек после такого будет врать? После такого я уже не знаю, что о ней думать Так я правда не вру Просто я когда там сидела, у меня было достаточно времени, чтобы обо всем подумать И я поняла, что я была не права, и поэтому я извиняюсь перед вами сейчас Мир? Ну можно рискнуть, как ты считаешь? Ну, да, конечно Может быть ты хочешь чаю? Я пойду к Саше чайник возьму Ну нет, спасибо, у меня нет аппетита Я просто пока там сидела, палец себе оботрала А у вас нет зеленки? Да, где ты была, сейчас найду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА